25 лет назад на Ямале была создана испытательная пожарная лаборатория. За четвертьвековую историю единственное подобное учреждение в регионе сделало настоящий прорыв в области пожарной безопасности. Эксперты и инженеры занимаются судебной экспертизой и научно-практической работой. А современное оборудование позволяет с высокой точностью определять причины возникновения пожаров. Вы когда-нибудь задумывались о том, как установить причину пожара там, где огонь уничтожил почти все? Оказывается, то, что на взгляд обычного человека является просто попелищем и грудой горелых развалин. Для опытного эксперта-профессионала задачка с клубком фактов и вопросов. Наша съемочная группа отправилась в испытательную пожарную лабораторию для того, чтобы показать работу экспертов изнутри. Горят машины, дома, гаражи, магазины, кафе. После ликвидации огня пожар исследует целая команда специалистов из разных ведомств. Главные действующие лица – пожарный дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории, которые работают в тесной связке. Дознаватель берет на себя общение с людьми и восстановление последовательности событий, тогда как эксперт должен иметь дело с неодушевленными предметами. В ВИЧ-доки присылаются очаг установить, когда дознаватель не может сам этого сделать. Создан мы для этого. Нас еще называют волшебниками невидимого фронта, скажем так. Все собирается, материал полностью, фототаблица изымается в ВИЧ-доке. Дознаватель, эксперт уезжает с места пожара. У дознавателя есть промежуток времени, в котором он должен собрать материал весь, который по пожару. Это осмотр, объяснение, запросы по ветру. Потому что часто бывает, что очаг происходит в одной стороне, а потоки ветра его сбивает, и он уходит в совсем другую сторону. И чтобы это можно было сопоставить между собой. В испытательной пожарной лаборатории Ямала работают 16 специалистов. Александр Катыхов прошел весь путь от дознавателя до начальника лаборатории. И сейчас он не меньше времени проводит на пепелищах, изучает обгоревшие вещи, тем самым добывая информацию. В его практике приходится исследовать разные материалы. Это и канистры с горючей жидкостью, бытовую технику, одежду и многое другое. Нам прислали провода почти 100 метров. И мы вот здесь с коллегой разматывали их от одной стороны здания до другой. И каждый измеряли, смотрели, какие есть на них повреждения. Для лабораторной работы нужно обладать изрядной усидчивостью и вниманием. Старший инженер Светлана Каноненко проводит экспертизы на выявление легковоспламеняющих и горючих жидкостей, изъятых с места пожара. Химику помогают в работе современные оборудования – газожидкостный хроматограф. Например, дознаватель отбирает древесные угли. Даже в древесных углях можно найти следы. То есть мы по методике химической вытяжку делаем объекта при помощи растворителей специальных и получаем, например, экстракт. Вот в таком количестве, совсем небольшом. Затем его с помощью шприца вводят в оборудование. И оно выдает хроматограмму, которая может состоять из различных пиков. Светлана Анатольевна распознает их. Они показывают компоненты вещества. В России создана единая база данных потенциальных средств поджога. Она состоит из тысячи компонентов и каждый год пополняется. А вот как отличить возгорание электропроводки от поджога? Этим вопросом занимается эксперт сектора судебных экспертиз Марина Гасс. В электропроводке можно определить, что был аварийный режим работы. То есть имеется определенное оплавление на конце этих проводников. Если дознаватель изымает, он конкретно старается изымать, где имеется оплавление. И определенные оплавления, там бывают разные формы. Каблевидный, кратерный, остроконечный. Они указывают на аварийный режим работы. Для достоверности полученного анализа в помощь идут микроскоп и шлифмашинка. Выявлены дендридные пятна и помогут эксперту сделать точное заключение. Дендриды – это те пятна, которые показывают выжженный кислород. То есть кислород выжжился, и тогда только возник короткое замкание. Чем меньше дендридных пятен в самом институте металла, тем вероятнее то, что пожар возник именно из-за короткого замкания. Все эти сложные процессы требуют определенных знаний и внимания. От правильности заключения эксперта зависят судьбы людей. Только за прошлый год сотрудниками лаборатории проведено 350 исследований пожаров, а также было изучено 500 образцов вещественных доказательств, изъятых с мест происшествий. Дарья Самородова, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».